Слава Христу! Мы проповедуем Слово Божие. А она откуда, деда? С кухни. С кухни? Ну понятно. А с какой кухни? Да-то вы спросите правильно, где нахожусь, а то откуда. Откуда это пункт А к пункту Б? Мы находимся, город Барнауэл, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович, мне 81-й год. Достаточно этого? Так, мы говорим о Боге, о вечности, чтобы люди души спасли. Нам Господь Иисус Христос сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Только скажи, чтобы там не ругались. Предупреди. Чего тогда в 4 утра в интернете? А разве вот это вот чат-нет, это не пролюбодеяние? Да-то это самое настоящее безумие, что в рулетке делается. Содом и Гаморра. Слышали о таких городах? На дно моря ушли, Бог сжег, все. И 5 городов рядом. И это то же самое ждет здесь. Здесь, знаете, половина мужиков голые валяются. Половина мужиков голые валяются. И примерно 95% мусульмане. Чего Бога? Мы проповедуем Евангелие всей твари. Об Иисусе Христе говорим, что Он умер и воскрес, чтобы людям дать спасение. Слава Христу! Мы проповедуем Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Чтобы люди примирились с Богом. Как дела? Что такое? Ничего. Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. А? Покажите. Я еще раз говорю. Мы пришли сюда согласно Слову Божию, повелению Его. Рассказать о Боге, о вечности. Для чего жить надо. Давайте, пока, пока. Спокойной ночи. То есть вы не нуждаетесь в спасении души своей, да? Да. Ну, а почему вы не хотите знать-то? Вы этот закон-то хотя бы знали? Смотри сюда внимательно, глянь. Вы эту книгу читали? Не знаю. Я не знаю. Ну, хорошо. Все, тогда да. Все, отошли. А вы по моей задавайте, по Библии, хорошо? Я Библию не читал, я не читал. Ну, ладно, тогда я скажу. Пятая сура. Только не выключай, сейчас сразу выскочите отсюда. Пятая сура, сорок седьмой, шестьдесят шестой аят. О чем говорится? Не знаешь. Да не мыщи, не знаешь. Я тебе скажу. Там мы, христиане, называемся люди Писания. А Писание в седьмом веке, когда у вас написана книга, одно было Библия. И там написано, Всевышний дал нам, людям, Писание, инжил, Евангелие. И написано, вы по нему и поступайте. Я и поступаю. Я живу по вашей книге-то. А, ну, тогда хорошо. Хорошо. Вы поняли, нет? Да, это все понятно. То есть, я определенно говорю здесь. Сура, пятая. Сорок седьмой, шестьдесят шестой, шестьдесят восьмой аят. Они о нас говорят. Чтобы мы жили по Евангелию. Вы по религии кто? Христианин или усыновленный? Я христианин. Вот руководитель. Написано. Но у вас написано про мою книгу. И про нас, про христиан. А у нас про вас ни одного слова нет. Вы на шесть столетий позже пришли. Да. Ровно на шесть столетий. Да, да. У нас Иисус родился, и от него рождение сегодня 2020 год. Заметьте. Смотрите, смотрите, мы признаем Иисуса как пророка, но не как Бога. Ну, хорошо. Это другой Иисус, это не наш. Вы его не признаете нашего. Наш Иисус был распятый. Умер и воскрес. А ваш Иса, он никакого отношения к нам не имеет. Пророк Иса, мы считаем тоже пророком. Мы не говорим, что он не пророком. Считайте. Я согласен, что Иса, о котором здесь написано, это не наш Иисус. Наш Иисус умер за грехи людей. Я вам это докажу сейчас. Слушайте. У нас в Библии написано Соломон, а у вас Сулейман. Это один и тот же человек? У нас имена Иса. И его Иса, и Иса, и он по-другому. Я говорю, у нас Соломон, а у вас Сулейман написан. То это один и тот же человек? Нет, не верно. То есть вы не знаете. Все знают, что это один и тот же. Только это транскрипция звука, фонетические искажения. Соломон, а у вас Сулейман. У нас Мария, у вас Марьям. У нас Иисус, у вас Иса. Так, Соломон и Сулейман, это одно и то же? Ну, не знаю. Не знаю, я вам скажу одно. Все знают, мусульмане знают это. Так вот, дальше. У нашего Соломона, в нашей книге Библии, четыре книги. А у вас, значит, четырех предложений нету. Почему? Про что ни четырех предложений не поняла? У нас здесь книги Соломона, премудрость Соломона, притчи Соломона. Четыре книги от Соломона. А у вас в этой книге даже четыре предложения нету от Соломона. Почему? Честно, я не знаю. Не знаешь. Дальше. У нас Авраам, а у вас Ибрагим. Это одно и то же? Да. Одно. Почему у нашего Авраама вся биография, а у вашего Ибрагима ничего нету? Почему? У нас Кораневский про всех Бороков написан. Там по чуть-чуть. Я не об этом говорю. Кто писал его, у нас писали тоже от Бога вся книга. Дальше. У нас написано... Если что. Ну, дальше. Это вопрос закрытый. Одно и то же. Дальше. У нас Давыд написал Псалтырь. Самая большая книга в Библии. Вот в книге Библии здесь 77 книг. В ней. 77. И одна самая большая Давида. 150 молитв. У вас Дауд одно и то же. Почему ни одной молитвы нету? А у нас 150. У нас одна молитва не решила. Почему? Когда эти молитвы... Сегодня мусульмане считают нашу молитву в нашей Библии. А у вас ни одной молитвы нет. Почему? Мусульмане читают ваши молитвы? Конечно. Когда мы читали ваши молитвы? Скажите, пожалуйста. Я еще раз говорю. Когда у нас была миссионерская поездка, мы проехали 120 тысяч километров. 650 городов. Я живу в Барнауле. А мы дошли до Владивостока. Знаете, где Владивосток? Да. Потом дошли до Лиссабона. Знаете, где? Да. В Португалию, прошли мы Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. И шесть мусульманских республик. И я подарил везде книги 650 городов. Ну что ты, мусульманин? Ты же человек. Мусульманин-то, это же не собака какая-то. Это человек. Если ты мусульманин, ты должен знать эту книгу. Понял? Нет? Ты должен считать ее. А вы ничего не знаете, не считаете. Какой же ты мусульманин? Свою книгу не знаете. Ни одни. Ни одного мусульманина 2500 человек не нашел. Я мусульманин Аллах Акбар. Все кончилось. Дай мне четыре жены. Тоже мне веру устроил себе. Ты должен книгу знать. Любить ближнего. Уважать аксакалов. А не просто тут лежать, ждать, когда 50-я жена блудница явится. Вся рулетка-то, сейчас рулетка-то вся мусульманская. 95%. Гоняйтесь за чужими женами. Смотри. Мы пришли сюда возвестить людям Слово Божие. Как жить по божеским заповедям? Потому что рулетка – это место Содома и Гаморра. Да. Да. И мы людям несем радостную вещь, что Иисус Христос умер за наши грехи на кресте и воскрес третий день. Чтобы мы получили спасение. Да. В Библии написано, верующим в Сына Божий иметь жизнь вечную. А неверующим в Сына не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Это да. А я, я ваш подписчик, кстати, на вашем канале сижу. Да вы что? Да. О, какая радость-то. Ну, как? Смотрю ваши видео, вот эти вот, как вы живете, как вы молитесь. Да. Прям очень мне нравится ваш вот контент. Но мы не составляем, вот как снимаем, так и есть. У меня 21 тысяча роликов. Да, да, да. Вот каждый день у вас идут ролики. Да. Очень приятно познакомиться, так встретиться. Вот смотри, ты позвал-то, вот молодец. Вот у тебя товарищ хороший, он тебя позвал. А то ты ушел. О, мой брат. О. О, понятно. Так, братья, слушайте, если поговорить надо, то есть такая система скайп, как домофон. Скайп, Игнатий Лапкин, и вы на меня выйдете, и там мы побеседуем, я вам все ресурсы скину. У меня мейл.ру, там 24 тысячи фотографий. У меня есть еще тут сайт, где 50 книг моим голосом насчитанные. Вы можете дорогой идти, слушать Библию, Архипелаг, ГУЛАГ, что угодно. Все есть, да? А у вас на канале там ссылочки имеются же, да, на переход на вот эти вот, то есть на ваш сайт вот именно, который... Нет, вы лучше по скайпу на меня зайдите, там я скину. А как вас... Игнатий Лапкин, Игнатий Лапкин, больше ничего не надо. Вы прямо сейчас заходите, сейчас заходите, я выключу и сразу на вас перейду. Скайп, напишите скайп, там эта система, откройте. Скайп Игнатий Лапкин. А ну давай, прям сходу сейчас переключишься, интересно будет. Звонок, включи и на меня выйди. Так. Скайп, Игнатий Лапкин, звони. Я сразу здесь выключу и сразу встретимся. Давай. Храни тебя Бог, деда. А вы верующий? Конечно верующий. У вас эта книга есть дома? Нету, нету, деда. А как же вы верующий? Как вы будете знать, как надо поступать правильно? Так я знаю, я в церковь хожу, каждое воскресенье делаю. Ну так в церкви еще проповедей нету о Боге? Разве у вас Евангелие не продается в церкви? В воскресенье. Как же так? Верующий ходишь в церковь, а Библии нету. Зачем мне Библия? Ну тогда не обманывай, что ты православный, ты никакой. Ты разделся-то зачем здесь? Я знаю, деда, как мне жить и без Библии. Ну сейчас материться начнешь еще. Нет, я не матерюсь. Ну оно видно будет дальше. Вы здесь находитесь с какой целью? Найти голую бабу? Больше ничего тут нету? Больше ничего нету? Одна вонь, зловония. Зачем мне голая баба, деда? А зачем? Зачем ты разделся? Показываешь готовность свою? Я только встал, деда, смотри. Это все, понимаешь, нет? Полторы тысячи человек прошло передо мной, и все только встали. В разных поясах находятся. Зачем брешете-то? Не думайте о Боге. Вы на мордник-то сбросьте, и мы поговорим с вами. Что-то что? На мордник сбросьте, и мы поговорим с вами. Я много отвечу на ваши вопросы о Боге, о вечности, о душе. Ну это-то сбросьте с себя. Зачем кукольный театр устраивать? Я не понимаю. Я болгарин. Болгарин. А почему в Испании живете? Я живу в Испании. Вы по-русски не понимаете? Нет. А вы говорите английский? Да. Вы понимаете? Я говорю о том, что ты относишься к Иисусу Христа и Государственной Библии. Государственной Библии. Государственной Библии. Государственной Библии. Иисус умер за грехи людей, и грядет снова судить этот мир. Такие, как вот Содом и Гамора здесь в рулетке. Это ортодокс. Вы знаете, что Иисус Христос был распят из-за грехи людей и воскрес третий день? Нет. Не слыхали? Ну вот сегодня вы услышали. Иисус умер за наши грехи, как Сын Божий. Что это грехи? Я из Германии. Вы Германия? Да. Но я родился в России, и я не знаю, что это грехи. Понятно. Сprechen Sie Deutsch? Я, я говорю. Сога от Готт, где в мире, что он получил свой элитный сын, на то, что им Глаубы не были лишены, но что они любят жизнь. Я понял, понял. Жаль. Ну, с Богом. Да, вам тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.